Здравствуйте, уважаемые! Сегодня мы начинаем новый цикл передачи. Этот цикл будет интересен, я думаю, очень многим, особенно людям, ну, будем так говорить, старше 30 лет. Возможно, те актеры, о которых мы говорим, более молодые люди их просто не знают. Хотя, вот начнем мы с Кристофера Ламбера, он же Кристоф Ги-Дени Ламбер. Яркая звезда 80-х и 90-х, узнаваемый миллионами Тарзан из легенды обезьян. Помните такого красавчика? Грейс Толк. Совершенно роскошный лорд Райден из Смертельной битвы или Дуо Дури, ну, совершенно Дуо Дури, любимый подростками, да и не только имя, неубиваемый Коннор МакКлауд. Он в новом веке продолжает сниматься, но, честно говоря, того уровня, который уже у него был, уже не достигает. Ну, профукал что-то, ну, просмотрел, ну, бывает. Однако за свою бурную жизнь Кристофер сыграл 64 роли, представьте себе, и выступил продюсером в 15 из них. Сам финансировал и сам же снимал, все удобно. Кстати, он создал свою киностудию. Снимался он с выдающимися актерами и актрисами. В этом списке Шон Коннери, Софи Марсо, великолепная Изабеля Джани, Незабываемый Трентиньян и многие-многие-многие другие. Но сегодня нам не интересны только его достижения в синеме, а вот то, чем он занимается вне кинематографа, вот это интересно. А занимается он кучей разных вещей. Энергией мужику не занимать, вот и носит его в разные стороны. Ну, посадите сами. Например, в 2003 году Ламбер выпустил свое вино. Кот Дюрон называется. Он владеет виноградниками в долине Роны, вот и назвал вино тем же самым именем. Он увлекается и ресторанным бизнесом. Он финансирует выпуск продуктов питания в промышленных масштабах. В то же время Кристофер написал книгу «Девушка-амулет». И вы представьте себе, она сходу получила престижную литературную премию имени Коуда Шаброле. Он коллекционирует современное искусство. Он озвучивает великолепные мультики. Он был председателем жюри фантастического кинофестиваля «Жерар Мэри». Он занимается дайвингом. Он помогает неимущим актерам, поддерживает фонды по защите окружающей среды. И при всем том, Кристофер почти слепой. Он ничего не видит без своих линз, но самое забавное, что именно это и послужило причиной его успеха в кино. Вот эти вот его отчаянные совершенно попытки без очков что-то увидеть перед собой породили тот самый знаменитый пронзительный взгляд Ламберта. Его еще назвали эффект мерцающего взгляда Ламберта. Как видите, почти полная слепота не помешала этому человеку разглядеть многих красивых женщин в его жизни. Женат он был на одной из самых симпатичных американских актрис Дайан Лейн. Имел связи с принцессой монахской Стефанией. Великолепная женщина. У него был и, по-моему, продолжается долгий роман с красавицей Софьей Марсо. Эта женщина не умеет стареть. Так что, возможно, Кристофер больше не звездит, как во временогорца. Но поверьте, этот мужик живет на полную катушку. Удачи всем и ждите новых передач о забытых актерах.